В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Как обстоит дело с наличием гречки и других товаров на прилавках в Ленинском городском округе? И сейчас мы продолжаем отслеживать поступление продовольствия в магазины. Сейчас это список из пяти продуктов. В Центре социального обслуживания «Вера» продолжают оказывать услуги пожилым людям дистанционно. Волонтеры в этот же день, ну, на крайний случай, на второй день обслуживают нашего клиента. Районный Центр культуры и досуга перешел на дистанционное обучение. Ты, когда вдыхаешь воздух, постарайся, чтобы у тебя грудь не вздымалась. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский обратился к жителям муниципалитета, прежде всего, гражданам пожилого возраста, с просьбой поддержать меры, которые предпринимают власти Подмосковья в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, глава муниципалитета попросил, цитата, начиная с 26 марта до воскресенья 14 апреля, не выходить из дома без крайней необходимости, ограничить личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет. Также он отметил, что социальные службы вместе с волонтерами готовы помочь людям, находящимся на карантине, с доставкой продуктов и лекарств на дом. Алексей Спасский подчеркнул, что платежи за телефон, интернет и коммунальные услуги можно отложить до середины апреля. Власти Московской области сделали так, чтобы блокировок и пений для пожилых людей не было. Ситуация с продуктовыми товарами первой необходимости взволновала население всей страны во время объявления карантина. Наш корреспондент Дмитрий Книга проверил, как обстоит дело с наличием гречки, туалетной бумаги и других товаров на прилавках в нашем муниципалитете. На примере одного из крупных магазинов Ленинского городского округа. В единственном гипермаркете жилого комплекса «Государев дом» всю прошедшую неделю наблюдался небывалый спрос на продукты долгого хранения. Впрочем, как и во всех магазинах страны. Сейчас панические настроения покупателей сошли на нет, в том числе из-за того, что самые раскупаемые товары за это время с прилавков не исчезли. После того, как волна покупательского ажиотажа последние недели сошла на нет, на полки магазинов вернулись товары, которые пользуются особым спросом во время карантина. Здесь мы видим гречку, на той полке макароны, а также большое количество туалетной бумаги. Руководство магазина заявляет, что даже в таких непростых условиях способно удовлетворить запросы покупателей. Проблема состояла лишь в логистических перевозках и доставке из-за большой нагрузки на транспортные компании. У нас действительно есть склады, на которых есть достаточный запас подобного рода товара, поэтому мы очень быстро связались со своими коллегами. Нам сделали дополнительные заказы и товар буквально через два дня пришел в магазины. Мы пополнили полки и все. То есть очень оперативно работаем. Кроме того, пресс-служба X5 Retail Group сообщает, что компания держит на контроле ситуацию с поставками продуктов в свои торговые точки. Мы в режиме онлайн мониторим магазины и перенаправляем потоки товара в те из них, где фиксируем особо повышенный спрос. В настоящий момент никакой особой активности у прилавков с крупами, макаронами и консервами не наблюдается. Паники не подаемся, потому что на прилавках всего хватает. Если нет в одном магазине, то есть в другом магазине. Знаете, я психолог, я могу много дать советов. На самом деле людям просто очень важно сейчас уйти в себя и, мне кажется, обратить внимание просто на свою жизнь, заняться ей вместо того, чтобы смотреть на все, что происходит. В целом люди сохраняют спокойствие, принимают меры предосторожности в условиях карантина и продолжают жить обычной жизнью. В свою очередь администрация Ленинского городского округа совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводит свой мониторинг наличия товаров первой необходимости в магазинах федеральных и региональных сетей. Сейчас мы продолжаем отслеживать поступление продовольствия в магазины. Сейчас это список из пяти продуктов. Это крупогречневая, рис, макароны, сахар-песок и мука пшеничная. Во всех магазинах товары есть в наличии. Роста цен не отмечается. Подобный контроль планируется осуществлять до окончания карантина. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Центр социального обслуживания населения «Вера» – излюбленное место для пенсионеров, проживающих на территории Ленинского городского округа. И даже в условиях пандемии сотрудники центра не перестают оказывать пожилым людям услуги. Здесь ежедневно осуществляются сотни контрольных звонков, чтобы узнать о нуждах пенсионеров. Как это происходит, расскажет Юлия Погасьян. С 23 марта в связи с эпидемиологической ситуацией центр «Вера» закрыт для посещения. Даже сотрудники, которые продолжают работать на входе, обязаны померить температуру и продезинфицировать руки. Но это не значит, что пожилые люди остались без внимания. Здесь сейчас активно работает колл-центр по обзвону пожилых людей Ленинского городского округа. Меня зовут Чугин и Людмила Викторовна. Мы проводим опрос по поводу коронавируса. Подскажите, как вы себя чувствуете, есть ли жалобы на здоровье? Замечательно. Требуется ли вам помощь по линии соцзащиты? Один оператор, он же сотрудник Центра социального обслуживания «Вера», ежедневно совершает порядка 70 звонков. По каждому номеру звонят несколько раз, пока абонент не поднимет трубку. Только тогда звонок можно считать состоявшимся и поставить в списке напротив номера телефона отметку. Случается, что пенсионеры реагируют агрессивно, бросают трубку, поэтому сотрудники «Веры» призывают пожилых людей отнестись к ситуации с пониманием. Мы стараемся поговорить хорошо, любезно рассудить, и многие понимают. Будьте, пожалуйста, тактичны, внимательны и любезны, потому что это всем очень пригодится. Кто предупрежден, тот вооружен. Обзванивают операторы всех жителей Ленинского городского округа старше 60 лет. Именно эта группа населения находится в зоне риска заражения коронавирусом. Пенсионеры сейчас под особым контролем. Им не рекомендуется выходить из дома и без надобности контактировать с людьми. Для них операторы предлагают помощь с покупкой продуктов, лекарств, средств личной гигиены, а также вызов врача на дом и психологическую помощь. Отчитываемся каждый день в наше управление соцзащиты. Говорим количество, поименно количество дозвонов, недозвонов, проблем. Если какая-то возникает проблема, решается в этот же день. Эта информация передается в колл-центр волонтерский нашего Ленинского района. И тут же волонтеры в этот же день, ну, на крайний случай, на второй день обслуживают нашего клиента. Положительный факт. Большинство пенсионеров отказывается от помощи, объясняя это тем, что за ними ухаживают их близкие. Тем не менее, сотрудники Веры продолжают обзвон. У операторов центра задача обзвонить 5000 людей пожилого возраста. Также этой работой занимаются в Центре занятости, в Филимонковском интернате и других социальных учреждениях округа. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. В преддверии этого праздника наша съемочная группа посетила районный центр культуры и досуга, где сейчас в связи с карантином занятия проводятся в дистанционном формате с помощью онлайн-платформ. О новом режиме досугового учреждения расскажем в нашем сюжете. С 23 марта по 12 апреля включительно все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения. Также на удаленную учебу перевели и учреждения дополнительного образования. В сложившихся условиях мы, что называется, сейчас идем, не могу сказать вслепую, но мы в прямом эфире обучаемся, потому что, конечно, никто из нас не блогер. Мы продолжаем заниматься на дистанционном уровне, то есть наши руководители, они дают задания детям по вокалу, по игре на музыкальных инструментах. Теперь рабочий день Веры Липской, руководителя вокальной студии «Звуковая волна», начинается с видеопросмотра домашних заданий от учеников. Первая корректировка – это в упражнении соломинка. Ты, когда вдыхаешь воздух, постарайся, чтобы у тебя грудь не вздымалась. Все дистанционные занятия по вокалу состоят в основном из базовых упражнений на дыхательную систему и артикуляцию. Вера Липская рассказывает, что после просмотра записывает видео с комментариями по каждому ученику. Но в таком онлайн-обучении, как призналась педагог по вокалу, есть много нюансов. Вокалисты – это не всегда работа дистанционная, можно послушать, но, опять же, есть нюансы, которые нужно отрабатывать здесь и сейчас, перерабатывать. И не всегда интернет работает, всегда какие-то перебои имеются, поэтому в онлайн-режиме трудно. Я иногда недопонимаю, как можно обучить людей вокалу онлайн. Стоит отметить, что работа сотрудников Дома культуры не остановилась. 17 кружков и секций учреждения функционируют в режиме онлайн. А для самых маленьких слушателей – педагоги дополнительного образования – читают книги в прямом эфире. Какие слова ты знаешь на «б»? Буки, бочки, букашки, бабушки, быки и другие бры. Какие бры! Продолжаются видеопросмотры участников на конкурсы по хореографии. Также 11 апреля состоится отборочный тур фестиваля эстрадной песни «Эдельвейс». Культура районна, она ни в коем мере не уходит в спячку. Мы не уходим в карантин. Мы, наоборот, прилагаем массу усилий, чтобы этот карантин проходил в легкой форме, чтобы людям было интересно, чтобы все понимали, что жизнь на этом не останавливается. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. История храма первосвятителей московских в поселке Горки-Ленинске начинается с 2010 года, когда было выбрано место для его возведения. С тех пор с Божьей помощью силами священнослужителей и прихожан построены верхние и нижние храмы, установлены купола. А на днях произошло еще одно событие. В основном в здании церкви появился иконостас. Наша съемочная группа побывала в святой обители. Уже почти 8 лет в Горках Ленинских возвышается белоснежный храм первосвятителей московских. И сейчас в истории прихода новая страница. Здесь установили иконостас, который является своеобразным духовным мостом между человеком и Богом. Один из элементов существования храма является иконостас, который, как многие люди считают, что он разъединяет людей от алтаря, хотя это не совсем правильно, потому что иконостас, наоборот, соединяет. Это некая лестница, некий мост, который дает человеку возможность подняться на небо. Согласно канонам, в центре иконостаса царские врата, которые символизируют двери в рай. На них образы четверых евангелистов и сюжет Благовещения. А справа и слева иконы Спасителя и Богородицы. За ними следуют образы святых, в том числе Иоанна Кронштадтского, Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского. Иконостас у нас состоит в классической схеме, он должен состоять из пяти рядов. Но в нашем случае, для того, чтобы не закрывать и дать пространство света и воздуха, для того, чтобы в этом храме было человеку комфортно, уютно, светло, и было действительно духовное расположение к Богу, к молитве, вот этот иконостас состоит из трех рядов. В ближайшем будущем предстоит наполнить храм разнообразной утварью и внутренним убранством для проведения церковных обрядов. И тогда его двери, наконец, будут открыты для всех. Сейчас же пока работает только нижний храм. Каждые выходные здесь проходит богослужение, и небольшое помещение всегда наполнено людьми. Мы долго строили этот храм, приходим всегда к Богу, идем, благодать здесь в храме, детей каждое воскресенье причащаем. После службы прихожане поднялись в главное здание храма, чтобы полюбоваться иконостасом. Я прихожанин этого прихода, этого храма, с самых его первых дней, с его закладки. И для меня это место святое, здесь все для меня дорого, и я радуюсь всему тому, что позволяет этому храму развиваться, подниматься и благоукрашаться. Мы стали очевидцами всей той красоты, которая сейчас нас окружает. И, конечно, мы все ждем, когда уже служба будет проводиться в этом основном храме, потому что, когда сюда заходишь, ты чувствуешь себя совершенно иначе. Ты чувствуешь Божью силу, Божью благодать. Дай Бог к Пасхе уже сделать здесь первую службу провести. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.